Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. Вначале коротко о темах выпуска. Двор без сугробов. Операцию под таким названием проводят сотрудники ГосАДМ-технадзора. За складирование снега в неотведенном месте на газонах предусмотрен административный штраф от 15 тысяч рублей. Экологическая акция по раздельному сбору мусора прошла в Видном. Мне хочется думать, что мы можем что-то сделать для природы и для этого мира хорошее. Традиция окунаться в прорубь на крещение собрала тысячи жителей Ленинского района. Традиция окунания в прорубь, в общем-то, это традиция, ну, можно назвать ее народная. В этом году снежная зима как никогда доставила хлопот коммунальным службам. Сотрудники ГосАДМ-технадзора регулярно проверяют качество уборки дворов от снега. Сегодня вместе с инспекторами дежурила и наша съемочная группа. Какие результаты показал рейд «Двор без сугробов» расскажет Юлия Поготьян. Многие из нас наверняка сталкивались с такой картиной, когда коммунальщики сваливают снег с тротуаров и проезжих частей на полисадники и деревья. За зиму горы увеличиваются, а зеленые насаждения все больше оказываются под сугробами. В некоторых местах снежные глыбы достигают около трех метров. Если у меня получилось сюда забраться, значит и дети смогут на нее залезть. А это может быть небезопасным для их жизни. Грязь, и вот дети залезают часто сюда, сваливаются. Увозить надо. Должно быть все чисто, красиво, ухожено везде. Максимальный срок вывоза таких снежных завалов не более пяти дней. Но не всегда коммунальщики следуют закону Московской области. И тогда к делу подключаются сотрудники ГосАДМ-технадзора. В рамках спецоперации «Двор без сугробов», которая продлится всю зиму, они ежедневно ведут надзорную деятельность. За складирование снега в неотведенном месте на газонах предусмотрен административный штраф от 15 тысяч рублей. Подрядные организации неоднократно в зимний период привлекались к административной ответственности по этой статье. Подрядные организации – это и управляющие компании, которые обслуживают многоквартирные дома, и муниципальная компания «Дорсервис», в чем ведение не только дороги и пешеходные зоны, но и проезжие части во дворах, детские площадки, парковочное пространство. Сейчас на счету «Дорсервиса» 14 единиц техники и порядка 70 сотрудников, задействованных в уборке территорий. После снегопадов приоритет отдается социально важным учреждениям. Соответственно, дворы как бы страдают. Но после всего вот этого начинается уборка дворов. Но их у нас 900 в городе, поэтому убрать это прям разом нереально. А снег идет, стараемся, боремся. Как бы то ни было, для того, чтобы не оказаться в списке нарушителей, подрядные организации должны очищать придомовые территории до твердой поверхности и не оставлять после уборки сугробов. Работы должны начинаться не позднее, чем через 12 часов после окончания снегопада. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. Для привития жителям района экологической культуры в Видном прошла очередная акция по раздельному сбору мусора. Ее инициатор Венера Тарасюк на протяжении двух лет проводит на территории Ленинского района экологические акции по сбору мусора, привлекая внимание жителей к решению проблемы чистоты и порядка в городе. Многие считают, что кто-то что-то за них сделает, поэтому та политика, которая сейчас проходит у нас, поставили контейнеры, еще не скоро приживется, потому что с людьми надо работать. Людям необходима еще информация, полная информация о том, что куда выводится, кем выводится, где перерабатывается. Напомню, что с 1 января 2019 года Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора. В Ленинском районе уже заменили старые контейнеры на новые на 50 площадках. Теперь жители должны выбрасывать мусор в два разных бака. В синий чистые отходы, то есть пластик, металл, макулатуру, стекло и в серые грязные отходы. Осознанный переход на раздельный сбор мусора позволит не только улучшить экологию, но и сохранить часть природных ресурсов. С каждым разом людей, готовых помогать окружающей среде, становится больше. А некоторые, как, например, Александра Мишугина, даже решили стать волонтерами. Мы делаем хорошо не только потому, что мы собираем отходы, но еще потому, что мы рассказываем людям о том, что это нужно делать, о том, что это не мусор, а ресурс. Мне это очень важно самой, потому что мне хочется думать, что мы можем что-то сделать для природы и для этого мира хорошее. Сделать что-то хорошее для природы просто. Стоит лишь, например, приучить себя и свою семью к раздельному сбору мусора. К концу года на территории Ленинского района двухконтейнерной системой будет оборудовано около 500 площадок. Подмосковными полицейскими раскрыта серия мошенничеств в отношении пенсионеров на сумму более 2 миллионов рублей. Установлено, что злоумышленники звонили на телефоны пожилым людям. Расскажите, пожалуйста, что с вами произошло? Телефонный звонок. Поднимаю трубку, голосом таким, замогильным голосом, похожим на голос моего старшего сына. Он говорит мне, «Мам, мама, со мной несчастье». «Саша, что случилось?» «Мам, я попал в аварию». Эта схема не нова и уже многим известна. Мошенники обычно сообщали, что кто-то из родственников задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. За непривлечение к уголовной ответственности правонарушители требовали денежное вознаграждение. Я говорю, сколько нужно? 500 тысяч. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались пятеро мужчин в возрасте от 36 до 48 лет, двое из которых ранее неоднократно судимы. Им избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. За что задержаны? За мошенничество. Ранее были судены? Да. Установлена причастность участников группы к совершению семи аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории региона. По данным фактам, следственными органами возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В центральной районной библиотеке прошел мастер-класс по лепке из цветной глины. Воспитанники клуба «Огонек» создавали заготовки в виде зимних птиц, которые после обработки огнем превратятся в броши или магниты. Наша съемочная группа понаблюдала за ручной работой. Екатерина Борисова продолжит. Обычно воспитанники клуба «Огонек» в библиотеке выжигают по дереву и лепят из соленого теста. Но сегодня они работали с новым для себя материалом – пластичной цветной глиной для лепки. Глины имеют свойство затвердевать со временем на воздухе либо в процессе термической обработки. Лепим мы сегодня зимних птиц. Глина хоть и цветная, но для получения многих оттенков приходилось смешивать имеющиеся цвета и здесь не обойтись без баночки с водой. Каждый сам выбирал, какую птичку будет делать. Ребятам предстояло выложить на трафарете основу, а затем дополнить ее нужными деталями, сделать лапки, глазки и клюв, поработать над текстурой перышек. На то, чтобы изготовить какую-то модель, нужно час-полтора, ну плюс еще запечь, тоже где-то час. Поэтому у нас время мы не располагаем, поэтому остальная часть работы возлагается под ответственность участников. Валерия Ваську регулярно вводит дочку Лену на мастер-классы в библиотеку. При этом и сама частенько активно участвует в процессе и помогает дочери мастерить. Валерии и Лене интересно буквально все, будь то тесто пластика, опыты вязания, лепка или рисование. Хотим попробовать себе во всяких направлениях, так сказать. Нам нравится, мы часто здесь бываем. Несмотря на такой богатый опыт посещения мастер-классов, с такой цветной глиной Лена Ваську работала впервые. Если сравнить с обычным пластилином, с ним работать как? Чуть важнее, потому что она рассыпается. Надо руки мочить. И с руками появляется вот это. Ребята признались, с глиной работать хоть и трудно, но очень интересно. Сегодняшний мастер-класс понравился чем? Очень. Чем? Ну что пластилин такой необычный. Получившихся птичек ребята понесли домой, чтобы обработать высокой температурой. Это можно сделать, например, в духовке. Готовое затвердевшее изделие они смогут превратить с помощью клея в брошь или магнит. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. Крещение Господней или Богоявление – один из главных праздников у православных христиан. В этот день во всех храмах проходят праздничные богослужения, а ночью традиционно верующие участвуют в крещенских купаниях. Наш корреспондент Дмитрий Книга побывал на этом мероприятии в деревне Богданиха. В ночь на 19 января православные верующие отметили крещение Господне. В этот день церковь вспоминает крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Благочинный церкви Видновского округа Дмитрий Березин совершил чин освящения воды в деревне Богданиха. Сегодня мы собрались, чтобы с благоговением, кто хочет, желает погрузиться в эти святые воды, кто хочет, может их набрать немножечко в себе, и для того, чтобы вместе помолиться о том, чтобы Господь освящал нашу с вами жизнь, даровал нам свою благодать и свою милость. Освящению воды предшествует праздничная служба. В храме следует исповедаться, причаститься, а затем прослушать литургию. В день крещения принято не только пить святую воду, но и окроплять ее и жилые помещения. По сложившейся традиции православные окунаются в специально подготовленные купели. Традиция окунания в прорубь, в общем-то, это традиция, ну, можно назвать ее народная, вот не скажу, что она особо древняя, но достаточно интересная. Но, с другой стороны, автономно просто окунаться в прорубь, да, и не ходить на службы, это, наверное, не совсем правильно с точки зрения верующего человека. После того, как первым обряд омовения совершил отец Дмитрий, все желающие смогли погрузиться в воду. Кайф. Просто. Лучше не бывает. Типа очень хорошо. Жарко даже. Я в первый раз, поэтому очень холодно. Но все равно мне понравилось. Замечательно. Прекрасные ощущения. Слава Божию, отлично. Даже очень тепло, бодрит. Первый раз просто. Неожиданно. Новые эмоции. Всего в Ленинском районе для крещенских купаний было организовано 11 купелей. На местах дежурили сотрудники полиции, медики и представители спасательных служб. Сегодня, в день Великого Крещенского праздника, обеспечивается безопасность со стороны Мособлспаса, МЧС России, полиции, Росгвардии. Я думаю, что все будет хорошо. У нас сумка экстренной помощи. Если кому-нибудь будет плохо, мы окажем эту экстренной помощь. Но я сколько раз в дежуре, несколько, уже лет 15. Но не раз такого случая не было, слава Богу. Мы уже не первый год именно в этом месте. У нас, к сожалению, в деревне Богданиха нет пока еще церкви. Надеемся, что будет в скором времени. Но уже не первый год у нас проходит вот эта добрая, хорошая традиция. Место для купаний на водоеме в Богданихе зарекомендовало себя высоким уровнем организации. И сюда приезжают люди, в том числе из Москвы. Я уже четвертый или пятый год подряд. И причем в это место езжу. Мне здесь нравится. Хороший спуск в воду и там песочек, они как везде деревяшечки. Поэтому езжу сюда. В этом году обряд омовения в купелях Ленинского района совершили более 6,5 тысяч человек. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. И коротко о погоде. Крещенские морозы обещают синоптики. Во вторник ночью до минус 20. Днем в Ленинском районе около 13 градусов мороза без осадков и солнечным. И это все новости понедельника. Увидимся завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!